По просьбам зрителей мы посмотрели сериал «Монастырь» и записываем свою реакцию от независимых православных блогеров, не простых блогеров, а блогеров с богословским образованием и интересом к науке и хорошо знакомых с церковной православной жизнью. Мы и в паломничество, и в монастыри ездили и учились на богословских курсах при монастырях и жили в качестве трудников и паломников. Так что нам есть с чем сравнивать то, что показано в этом фильме. Порадовала завязка сюжета. Сначала попеременно показывают два мира. В одном, который мы условно назовем «Мир греха», главная героиня по имени Маша, хорошо и греховно развлекается, а в другом, который мы назовем «Мир духовности», повседневная монастырская жизнь. Причем сначала оба мира показаны максимально идеалистически. В мире греха идеальная блудница – современный вариант греховной дохристианской жизни святой Марии Египетской. А в мире духовности – идеальная церковная жизнь. Там собирательные образы монастырской жизни, монахов, священников, духовничества как такового, из монастырских потеряков, из «Житий святых» от Дмитрия Ростовского, и даже из православного бестселлера «Не святые святые». Ну и, конечно же, из передач «Радио Вера» и телеканала «Спас». Собирательные образы. И в начале просмотра создается впечатление, что с блудницей должно случиться чудо. Она уверует в Бога, попадет в монастырь и станет монахиней. Но это было бы слишком просто и скучно. Я подозреваю, что изначально и была задумка, примитивная православненькая экранизация жития святой Марии Египетской в современном мире. Ну, что-то вроде сериала «Притчи». Но уже в процессе съемки, примерно с того момента, как голая Маша ходит по монастырю и пытается соблазнить священника, авторы фильма решили поглубже ознакомиться с реальной монастырской жизнью. Как там на самом деле живут современные православные христиане? И увидели, что реальность гораздо интереснее того, что они уже начали снимать. И уже стали снимать не фантазию про монахов и блудницу, сказочку православненькую, а мелодраму или просто драму про жизнь обычных людей. И это гораздо более сложно, более интересно и более ценно. И, собственно, поэтому лично мы не задвинули фильм пыльным пуфиком, а продолжили смотреть до конца и не пожалели. Когда монахина ходит возле монастыря женщину без сознания и тащит в монастырь вместо того, чтобы вызвать скорую и полицию, это сказка. Когда голая женщина ходит по монастырю, залезает в постель к священнику, это тоже сказка. А вот когда монах читает трудникам, простым мужикам, житие святого Антония, и мужики комментируют это житие как простые мужики рабочей специальности, это уже начинается реальность церковной жизни, которая будет продолжаться до самого конца фильма. Упомянем несколько наиболее родных нам сцен из церковной жизни. Лично мне больше всего понравились многочисленные сцены богослужения, сцены молитвы, сцены монашеского пострига, ой, как красиво, сцены церковных обрядов и монастырского быта. Да, все такое родное, знакомое, все такое православное. Мы так ностальгировали о своей молодости православной, как в паломничество ездили, в крестные ходы, как в монастырях жили, ой, красота. И очень впечатлило, что после сцен молитвы, когда по закону жанра православного кино должны начаться сверхъестественные чудеса. Ничего не происходит. Ну, прям как в жизни. Прямо как в каком-то старом фильме от Сергея Эйзенштейна, где во время засухи крестьяне усердно молятся о том, чтобы пошел дождь. Показаны с разных ракурсов и храм, и массовка молящихся, и лица, молящихся крупным планом, и даже облака в небе. И даже ветерок вроде бы подул после молитвы. И все сразу подумали, что вот Бог услышал молитву, но дождь не пошел. Уже одно это суровая атеистическая пропаганда образца начала 20 века. Намек на то, что Бога нет, а если он есть, то Богу пофиг на молитвы людей. А мне пофиг. А по христианскому вероучению Богу не пофиг. Это только выглядит как будто бы Богу пофиг или Бога нет. То есть реалистичная сцена, когда после молитвы ничего сверхъестественного не происходит, критиками может быть воспринято как атеистическая пропаганда и повод запретить фильм именем церкви, и тем самым добавить в фильм дополнительную рекламу. Еще мне очень понравились реалистичные образы прихожан. Эти сцены, где разные люди приходят на исповедь к старцу, сильно похожи на фильм «Остров» от Павла Лунгина. Сцена на колокольне, где мужик с пистолетом рассказывает священнику, что он задумал убийство, напоминает сцену из фильма «Поп». Только там парень хочет убить самого священника. Перечислим любимые сцены в хронологическом порядке. Исповедь в храме. Там сначала долгая беседа священника с молодым человеком, из-за которой его, наверное, вся очередь исповедников проклинает. Жалко, что не показано, что кто-то ворчит, что так долго исповедуетесь, все ждут, по часам постукивать, ну, как это обычно в храмах делается. Ну да, как вот в жизни. Потом сцена на исповеди, где мужик говорит, что во всем грешен. Грешен во всем это сцена, которая кочует из одной духовной книжки в другую. Мне еще понравились сцены монастырской жизни, где все так работают, работают, работают. Себя вспомнил, как я тоже работал, работал, работал в монастыре. И думал, что духовно просветляюсь. Потом хорошая сцена, когда старец духовные беседы на территории монастыря проводит. И к нему огромная медленная стоит очередь. И в этой очереди персонажи с хрестоматийными православными сюжетами. Они самые. Женщина на тему несоблюдения поста говорит. Отец ругает сына за то, чем сам грешит. Разговор с наивным юношей, который мечтает о монашистве. Монастырские трудники с сигаретами. Тоже приятный реализм. Все про это знают, но говорить как-то не любят. Сцена, где священник лечит заикание у ребенка. Тоже отсылка к фильму «Остров». Православные психологи и священники любят говорить про то, как духовностью лечат заикание. Но я, как клиент невролога и психиатра, с детства скажу, что лечение всего, что связано с психикой и нервами, очень сложное. Если ребенок заикался и вдруг перестал заикаться, это не значит, что завтра он не будет заикаться опять. Но со стороны выглядит как чудесное исцеление. Сцена, где священник разнимает пьяную драку, в которой там у одного мужика в руке нож, популярна очень в православном фольклоре. Но я больше доверяю криминальной хронике, потому что там документы, а в фольклоре нарратив, то есть художественная выдумка. В общем, есть несколько случаев, когда священник полез кого-то воспитывать, кого-то разнимать, а его убили. Например, священник Александр Филиппов сделал замечание пьяницам, которые в подъезде гадили, ой, получил пулю. Потому что пресечением противоправных действий должна заниматься полиция, у которой для этого есть средства и полномочия, а не всякие гражданские активисты, которым больше всех надо. Про женский монастырь больше всего мне понравилось. Первая сцена, где монахиня отнимает яблоко у Маши под предлогом «Без благословения ничего не брать, не трогать и не делать». Да, известный стереотип. Круто. Классический синдром вахтера, нашедший религиозное оправдание. И потом еще хорошая сцена, где поучение монахини про смирение и послушание и ирония, с которой к этому относится Маша, как человек знакомый с жизнью в токсичном женском коллективе. Монахини действительно верят, что смирение и послушание, которое по-русски называется словом «дисциплина», это что-то сверхъестественное и божественное. Потому что из каждого православного утяга об этом вещают, навязывая культ дисциплины и подменяя им христианское догматическое богословие. В принципе, в армии то же самое – смирение и послушание. Но в бою почему-то побеждают не те, у кого лучше начищены сапоги и кто более дисциплинированный, а те, у кого лучше тактика, стратегия, оружие, боеприпасы, разведка, снабжение и взаимодействие родов войск. Сцена, где монахиня терпит боль и не обращается к врачам, тоже типична для монастырей. По себе знаю, я, как инвалид с детства, с врачами взаимодействую всегда, но в любом православном коллективе обязательно нарываюсь на любителей натуропатии, гомеопатии, народной медицины, лечения молитвами, проспорами святой водой и фуфломицинами на травяной основе из монастырской лавки. «Лично меня из одного народного церковного хора выгнали, когда я сказала регенту, что сделала прививку от коронавируса и всем посоветовала прививаться». А еще впечатлилась сцена, где главную героиню монахини сначала в карции заперли, а потом раздетую на улицу выгнали. Разумеется, такое в православных монастырях не может быть, потому что не может быть никогда, а те, кто считает иначе, оскорбляют церковь. Ну, вот как-то так. Вот только сами монахини очень любят рассказывать, как их сами в детстве так строго воспитывали и жестоко наказывали. И такая практика идет из поколения в поколение, с дореволюционных времен, когда все было якобы хорошо и правильно. А еще, когда случается уголовное расследование, как в среднеуральском женском монастыре, который окормлял бывший духоносный старец, а ныне, после того, как покоричковал патриарха, раскольники уголовник Сергий Романов, вдруг выясняется, что подобные наказания в монастырях и подобные всякой жестокости, прочей гадости и мерзости, это оказывается правда. Сеня Собчак даже жертву таких наказаний нашла и предъявила общественности, за что и была побита православными ревнителями веры. Кринж! Кстати, запереть в карцере это незаконное лишение свободы. Выгнать раздетую на улицу это грабеж. Между прочим, уголовно наказуемо. Маша могла бы написать заявление в полицию и настоятельница слетела бы с должности быстрее собственного визга. Далеко-далеко. Так монахини и издевались над ней, потому что знали, что у нее проблемы с законом и она в полицию не обратится. Поэтому и так поступили с ней. То же самое и в среднеуральском женском монастыре было. Издевались там над подростками, которых в монастырь на воспитание отдали родители. И этим подросткам бежать некуда. А главное, им никто не поверит. Не зря же православные так и не любят ювенальную юстицию и органы опеки. В общем, с третьей серии начинается планомерный, логически обоснованный крах идеалистического мира духовности. В женском монастыре у Маши возникает конфликт с настоятельницей на почве того, что надо бы больную монахиню показать врачу. Настоятельница отказывается это делать. Типа она симулянтка, а не больная. И всем пофиг, кроме Маши, которая видит в женском монастыре большой бабский гадючник и сначала вызывает скорую помощь к больной монахине. А когда эта монахиня умирает в больнице... Что настоятельница пытается скрыть. И если бы не Маша рассказала бы это заехавшему в монастырь высокопоставленному церковному иерарху, то настоятельнице это бы как раз и удалось скрыть. И все. Но смерть монахини из-за неоказанной вовремя медицинской помощи стала достоянием общественности. И настоятельница монастыря слетела со своей должности. Куда ей и дорога? На ее место сразу поставили другую монахиню из того же монастыря. И очевидно, что ничего после этого не изменится. Потому что эта монахиня воспитана в том же гадючнике. И система будет восстанавливать саму себя. А случится следующий скандал. И эту монахиню также сменят на еще кого-нибудь. И все тоже ничего не изменится. И этой сценой прекрасно показано, как надо взаимодействовать с церковью, если там что-то плохо. Если есть в церкви что-то плохое, но всем пофиг, это плохое так и будет оставаться до тех пор, пока не появится тот, кому не пофиг. А тот, кому не пофиг, один ничего изменить не может. Потому что всем пофиг. И тогда тот, кому не пофиг, ищет помощи и выносит это плохое на публику. И возникает скандал. И только после того, как возник скандал, церковное начальство начинает предпринимать меры, чтобы устранить это плохое. Другими словами, фильм показывает, чтобы что-то изменить в церкви к лучшему, надо не слушать церковных работников, говорящих про смирение и послушание, не осуждение, не выносить ссоры из избы, действовать только каноническими церковными мерами, а надо наоборот как можно громче и шеей вещать о недостатках церкви. И фильм как раз это и делает. От себя добавлю, что желательно с использованием средств, массовой информации. Фильм тоже как раз именно это и делает. Вот фильм это и показывает, поэтому церковникам он не нравится. Да, увы. И это не клевета и не оскорбление чувств верующих. Это действительно работает. Почитайте в прессе про любой церковный скандал. Нечто плохое было и всем было пофиг. В том числе и церковному начальству, которое об этом не могло не знать. Но как только это плохое стало достоянием широкой общественности, то церковному начальству сразу стало не пофиг. И оно это плохое стало устранять. Следующая сюжетная линия про воспитание при монастыре ребенка. Достигнув подросткового возраста, мальчик сначала влюбляется без ума в первую попавшуюся женщину. Ну потому что он особо женщин-то и не видит. Заметьте, Маша мальчика не соблазняет. Она его кексом на букву С угостила и тут же объяснила, что этот кекс никаких обязательств не накладывает. А ведь могла бы использовать влюбленного мальчика в своих корыстных целях. Здесь можно увидеть штамп, что блудница более нравственная, чем монахиня. Но на самом деле здесь обычный реализм. Маше просто не надо, чтобы около нее ввертелся влюбленный мальчик. Она предпочитает серьезных мужчин. А вот батюшка ей подходит. Принципиально, что как только послушник, желающий стать монахом, узнает про мирские соблазны, то ему сразу разонравилась монастырская жизнь, которая раньше нравилась. На самом деле не мирские соблазны, а просто узнав про обычную жизнь своих сверстников, он не хочет больше углубленно заниматься религией. Он занимался религией, потому что кроме монастыря ничего не знал. И сразу происходит полный разрыв и с церковью, и с духовником, который оказался его дедушка родной, и со всей православной средой обитания. Кстати, еще один антицерковный посыл фильма, который не клеветание, оскорбление чувств верующих, а правда подтверждаемое наблюдениями. Православные детишки, воспитываемые православными родителями, почему-то перестают ходить в церковь в подростковом возрасте, да и вообще себя называют родноверами, сатанистами, агностиками, язычниками, атеистами. И даже на организуемые церковью мероприятия для православной молодежи почему-то не ходят. А я даже могу объяснить, почему не ходят, потому что эти мероприятия скучные и бесполезные. Следующая сюжетная линия это личная жизнь священника-монаха, который по фильму не кто-нибудь, а крутой духовник типа стаец. То есть это круче некуда по духовности. В конце фильма он уже живет с женщиной за пределами монастыря. Никаких будных действий священника не показано, но он просто решил жить в доме за пределами монастыря с женщиной, которая ему нравится и которой он нравится. Нормальное стремление к обустройству личной жизни. Это реальная практика, наблюдаемая в наших православных храмах, когда у современных монахов есть и жилье за пределами монастыря, и так называемые келейницы женского пола, не обязательно молодые и красивые, не обязательно кормящие этих монахов кексом на букву С. То есть по фильму показано, что и молодой мальчик, и опытный духовник стремится к обустройству личной жизни, и как только таковая возможность появилась, он ее реализует. А монашество как образ жизни в сравнении с семьей или подобием семьи не удовлетворяет даже хорошего подвижника, даже того, кто уже продвинутый стаец, и даже того, кто с детства воспитан при церкви. Монашество это или увлечение идеалиста по фильму, или когда нет альтернативы, например, нет где жить, как у одного из трудников, заметьте, по фильму показано не то, что священник согрешил блудом и покаялся, как раз против блудного искушения он настоял, все хуже. Духовно опытный монах осознанно пришел к выводу, что семейная жизнь лучше монашества, но так как семейная жизнь ему запрещена, то он создает некое подобие этой семейной жизни. и у зрителя может возникнуть невольный вопрос, а нафига тогда это монашество, нафига тогда эти монастыри, нафига тогда такие деньги в их реставрацию вкладываются, если от них только вред людям. А еще интересно, как сложилась личная жизнь детей священника. Ну вот, он расстался с женой, ну да, так бывает, не сошлись характерами, он после развода заинтересовался религией. Да, такое тоже бывает. От брака осталось с отцом две дочки, которых верующий отец не захотел оставлять с матерью, которая работает по мнению отца в греховном месте. Ну, не очень уж греховном, ну, развлекательный центр для взрослых, ну, там казино, стриптиз, ну, мамочка же не стриптизерша в этом развлекательном центре, в общем-то. Ну, я думаю, мамочка старовата для стриптизерши. И одна девочка вместе с папой сразу говорит про городских бесов, что мама бесноватая, вторая пытается маму защитить, все-таки мама родная. В результате православного воспитания при монастыре одна девочка безуспешно пытается обустроить личную жизнь, в том числе и семинаристами, пофлиртовала, но попадьей становиться не захотела. И свалила из монастыря при первой возможности, ни с отцом, ни с монастырем связь не поддерживает, зато в какой-то момент приносит папочке ненужного ей ребенка, которого где-то нагуляла, которого дедушка пытается воспитать монахом, потому что он сам монах, но только до тех пор, пока внучок не начинает взрослеть, а как начинает взрослеть, то внучок как-то сразу не хочет уже быть монахом. Ну, а вторая дочка, которая называет родную маму бесноватой, да, она религиозно экзальтированная, да, она делает успешную церковную карьеру и становится настоятельницей женского монастыря. Совсем монастырским гадючником. Ну, естественно, это же монастырь женский. Кто-то из священников сказал осиное гнездо. Но мне больше нравится слово гадючник. И духовная карьера этой настоятельницы прекращается, как только в монастыре появляется адекватный и уважающий себя человек, не позволяющий над собой издеваться с использованием религии. Вот Маша себя оценит и уважает. Итого, мы имеем хороший фильм, в котором хорошо показана православная жизнь и логично и реалистично показана, что в церкви плохо и почему плохо и к чему это плохо приводит и что вообще-то это плохо надо исправлять. Я думаю, для церкви, как для организации, этот фильм просто ужасен и опасен, потому что показывает, как не работают основы, на которых держится современная церковь, как организация. Не работает православное воспитание, не работает духовничество, не работает монашество, не работает молитва, а церковная жизнь ломает человеческие судьбы и порождает насилие и мракобесие, вместо того, чтобы делать человека лучше и нравственнее, чем он был бы в миру. Так что неудивительно, что церковники изо всех сил будут препятствовать, чтобы этот фильм люди смотрели. Ну а мы не церковные чиновники, а мы независимые православные блогеры, и поэтому мы считаем, что этот фильм интересный, полезный, хорошо снят, хорошая актерская игра, и всем рекомендуем этот фильм посмотреть. Пишите в комментариях ваше мнение про этот фильм. Ваше мнение